Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Ремонт дорог и оздоровительную кампанию. 2014 глава Чувашия и члены правительства обсудили с руководителями муниципалитетов. Коспрограммы переселения из ветхого и аварийного жилья в Чувашии выполняется. Регион на хорошем счету у Минстроя России. Нам даже пообещали выделить дополнительное средство, заметил глава Чувашия. Однако сложности все-таки есть. Во-первых, подрядчики не очень охотно участвуют в аукционах. Органы власти могут приобретать новое жилье по социальным ценам, а они заметно ниже коммерческих. Во-вторых, возникают проблемы из-за метража старых и новых квартир. Мы строим, проектируем другие площади. Разница возникает. Если с этой целью надо в каждом отдельном случае отдельно смотреть, оценивать, как мы будем находить варианты решения. Сложности с проведением аукционов возникают и при ремонте дорог с использованием средств Дорожного фонда республики. Министр транспорта Владимир Филиппов отметил, всего на восстановление старых и строительство новых магистралей в этом году будет выделено более 2 миллиардов рублей. Глава республики напомнил, сезон короткий и сроки должны соблюдаться неукоснительно. По строительству автомобильных дорог местного значения из 11 объектов на сегодняшний день на 8 объектах ведутся работы. И предполагается завершение сроков ремонтных работ конец июля 2014 года. Но здесь есть 3 объекта, которые на сегодняшний день не полностью проведены. Аукцион это Вурнарский район, 2 объекта и Шумерлинский район, 1 объект. По ремонту дорог в городских округах из 5 городов на сегодняшний день ведутся работы в городе Чебоксары по проспекту Ивана Яковлева на реконструкции дороги. И 2 июня состоится аукцион на ремонт автодороги улицы Композитора Воробьевых. Значит, по Канаж, Шумерли, Новочебоксарск работы ведутся, но не в полном объеме. Участники совещания также рассмотрели вопрос организации летнего отдыха и оздоровления детей. В этом году будет на 48 лагерей, больше чем в 2013. В 2013, соответственно, отдохнуть смогут на 9 тысяч детей больше. Всего же за летний период планируется организовать отдых и оздоровление для 72 тысяч ребят.